Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Вы находитесь на канале проекта Город Грехов, я его автор. У нас в гостях сегодня Вадим Серов, Дорожный контроль Воронеж. Дорожный контроль Воронеж. Ребята из движения ФАР. Андрея, Орел и Филин. Похоже к нам, будем надеяться, присоединится Вадим Коровин. Политический беженец, уехавший из России в Великобританию, Алексей Шматко. Он у нас будет выступать в качестве эксперта по делам, скажем так, полиции в Великобритании. Уфимский активист Азамат Валеев, известный как Бацилла. И гость нашего эфира, действующий инспектор ДПС, лейтенант полиции Павел Новиков. Все вы знаете, после его видеообращения, привлечения его к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Начнем с того, что каждый немножко расскажет о себе, буквально минутку-две. Давайте начнем с Вадим Серовой, который представится, расскажет немного о себе. Могу? Можешь. Я приветствую всех. Непосредственно в городе Воронеж нахожусь. Дорожный контроль, общественное движение. Мы занимаемся ловлей пьяных водителей, сотрудниками ДПС, нечестных на руку ловим. Ну, так скажем, помогаем нашим воронежским автолюбителям. Сейчас начинаем заниматься парковками незаконными. Ну, в принципе, вкратце я рассказывал, чем мы занимаемся. Два Андрея. Пока один остался, второй шел куда-то. Нет, здесь, здесь, мы все здесь. Ставьте, что вы занимаетесь, представьте, чтобы все знали. Орел и Филин. У нас канал движения. И сейчас мы занимаемся каналом в свете фар. Ловим, сажаем нечестных на руку. Показываем проблемные места в городе. Решаем проблемы с парковками, с неправильной разведкой, с знаками. Что еще? Ловим тех, до кого не дотягиваются руки обычных полицейских. Судьи, депутаты, губернаторы и прочее. Ну, как ловим. Показываем, так хорошо показываем, что потом они либо с вами валяются, либо там какие-то неприятности. Да, стараемся работать не по обычным автолюбителям, если это, конечно, не суперхам какие-то, а по каким-то чиновникам, скажем так. И неприкасаем. Алексей Шмотков, политический иммигрант. Я был в России бизнесменом. В 2011 году меня сфабриковали уголовное дело, арестовали. Дело сфабриковали сотрудники ФСБ, арестовали. Я провел два месяца в СИЗО. После этого смог оттуда выкупиться. И сел на самолет, улетел сначала на Кипр, потом в Британию. Сейчас занимаюсь получением статуса политического беженца. То есть знаю систему российскую изнутри. Ты говорил, что тебя пытали, насколько я знаю. Да, я находился в СИЗО два месяца, меня пытали, фабриковали дело. Ну, то есть полный комплект. Наша Россия. Азамат? Да, я представляю Машкирию, город УПА. Погромче. Занимаюсь контролем деятельности сотрудников МВД, в частности ГИПДД. Выявляя коррупционные схемы, ну и так далее. Предоставляю всю информацию двум Андреям. Работает живцом, когда мы приезжаем. Республика наша, Башкирия, славно тем, что у нас идет полный беспредел в плане МВД. Все очень хорошо для них. Пока. Надеюсь, только пока. У тебя материала, значит, много. Так, все нормально. Ребят, давайте, значит, сейчас нам инспектор ДПС Паша Новиков расскажет свою историю от начала и до конца, со всеми нюансами, которые считает нужными. Нужно огласить то, что мне было сказано в обращении, где-то там в суде, чтобы все мы понимали и вся наша аудитория, каждого из нас, как общественных деятелей, знала всю подноготную вообще всего его дела. Паша, можешь начать с самого начала, о себе кратко, о том, где работаешь сейчас, да, в смысле в ДПС я имею в виду, и продолжить историю с того момента, как, откуда, во сколько, число, дата, поступило сообщение, конкретно о чем, где, куда и почему. Мы тебя все внимательно слушаем, и по ходу я буду задать вопросы. Если у кого-то будут вопросы, вы можете поднять руку, если кто-то хочет задать его, и я, соответственно, передам слово. Паша, можешь начинать? Ну, значит, на данный момент я, как бы, являюсь инспектором ДПС, но приказом отстранен от своих основных функциональных обязанностей, то есть непосредственно на дороге я сейчас не осуществляю свою деятельность. Я выполняю дополнительные функции по группе поддержки административного законодательства в кабинете. Вот, различные указания. Это все связано в связи с возбуждением уголовного дела и вот этого разбирательства. Вот, до этого, соответственно, я был инспектором ДПС, который стоял непосредственно на улице, выполнял функции дорожного надзора. Вот, вот, собственно, все события произошли 14 февраля. Мы заступили в ночную смену. 14 февраля 2014 года, да, 2014 года. Где-то около полуночи поступила информация от дежурного по территориальному отделу по радиосвязи, что вот корпусе 14-62 города Зеленограда, трое неизвестные, вскрывают банкомат. Данный дежурный продублировал информацию нашему дежурному, а так оказалось, что я оказался в непосредственной близости от этого корпуса, то есть буквально в 200-300 метрах. То есть, и меньше чем через минуту я оказался возле данного корпуса, возле входа подразделения Сбербанка. Круглосуточные там были вот стеклянные двери. Вот, вышел, соответственно, через стеклянную дверь, я заметил трех мужчин, которые производили какие-то действия с банкоматами. Один стоял возле одного банкомата, второй сидел на корточках напротив банкомата. И в тот момент я увидел у него из-под ремня, то есть кабру с рукояткой от пистолета. Паша, скажи, пожалуйста, вот дословно можешь вспомнить, какая была ориентировка, что конкретно тебе передали по радиосвязи? Дословно, трое неизвестных скрывает банкоматы. Трое неизвестных скрывает банкоматы. Дословно, да, то есть это якобы служба безопасности Сбербанка сообщила вот территориальный отдел. Павел, извини, я хотел уточнить, адрес уточнили, именно по этому адресу вскрывали банкоматы? Да, именно этот адрес, то есть именно это адрес, именно в этом подразделении Сбербанка. Ты прибыл по ориентировке в этот, по данному адресу, где находится банкомат Сбербанка. Увидел, вооруженные люди стоят. Твоя первая реакция, с учетом того, что, насколько я знаю по данному видеообращению, с тобой был стажер. Да, он получил форму уже, но не прошел соответствующий сбор и подготовку, и был не вооружен. Ну, соответственно, согласно закону полиции, конкретно 24-й статьи «Гарантия личной безопасности», так как сообщение о преступлении, я увидел, подтверждение, как бы, то, что люди вооружены. Довольное подтверждение. Да, обнажил свое трудное оружие, подготовил боевую готовность, зашел в отделение этого банка, подал команду громко, четко, что полиция всем лежать не двигается. Данные граждане резко легли на пол, то есть, дословно, один буквально прыгнул, у него вот была в руках пачка денежных средств. Победет там трое мужчин, крайний слева, это, я так понимаю, Михаил Лепеха, да, военный какой-то там бывший? Да, да. Который давал комментарии на питерском канале, пятый канал, питерские СМИ. И двое, фамилия Трокин, это которого, который крайний справа был. Да, да, вот как раз который с денежными средствами стоял. А посередине? А посередине вот его руководитель, это Эрлихман, фамилия у него. Как еще раз? Он как раз Эрлихман, он сидел напротив банкомата, когда я зашел, он сидел напротив банкомата и, то есть, какие-то действия совершал. А что происходило дальше? Ты вошел туда с оружием, приказался им лечь мордой в пол, твой напарник чуть погодя там сзади, все они легли, дальше что происходило? Значит, дальше я, как бы, не подходя к ним, по радиосвязи сообщил, что информация подтверждается, так как они легли, я увидел у двоих на ремнях оружие. Информация подтверждается, нужна, то есть, помощь, дополнительная поддержка. Помощь как скоро приехала? Быстро очень приехали, в течение минуты, наверное, приехал дополнительный экипаж, наш ГИБДД. Вот, и уже вот с этого момента я, то есть, подошел именно к Строкину, с целью, то есть, как бы, зафиксировать его положение, удержать руки. Так, у нас наручников, у нас подразделений нету, нам ни одна служба не выдают наручники. То есть, кто-то, если в машину тот купил за свои личные средства, а так, то есть, нету. Как такое может быть, объясни, пожалуйста, вот, наручники это спецсредства, которые, насколько я знаю, они, конечно, продаются, где-то по паспорту, где-то без паспорта, в зависимости от того, номерные они или нет. А как получается так, что у действующих сотрудников ДПС нет при себе наручников? Может, вам оружие тоже не выдавали? Вы сами, может, заставляли вас купить? Как это вообще возможно сейчас вот? Тут мне тяжело комментировать данную ситуацию. Просто, ну, так сложилось, что выдавали оружие, спецсредства, бронежилеты, каску, а вот... Сколько ты работаешь в руках? В органах я с 2004 года, в ГАИ с 2011 года. И что, получается, с 2011 года ты имел службу без наручников? Да, да. И не было ни разу никаких задержаний? Задержания были, но, как правило, кто-то подвозил или вот, ну, то есть, привозили, либо сотрудники ППС подъезжали с наручниками. У МВД нет денег для того, чтобы купить наручники? Ну ладно, допустим... И МВДшники, они такие страшные, что без наручников все сдаются. Интересная ситуация с наручниками. Ладно, что происходило дальше? Приехали ребята с наручниками ваши, твои коллеги. Продолжим. Да. Далее, значит, я подошел с целью задержания именно Строкина, приехал дополнительно, то есть, я увидел, что входит дополнительный экипаж, начал подходить к Строкину. В этот момент вот именно Строкин сказал, простите меня, отпустите, я больше так не буду. А вот крайник двери, это Лепеха, сказал, я только водитель. То есть, посмотрите у меня документы, я только водитель. После чего, то есть, я сверху присел с целью вытащить у него оружие и разоружить его, то есть, так как у него пистолет был на страховочном ремешке. У Строкина? У Строкина, да. У Строкина, то есть, в момент, когда я начал доставать его оружие, пытался отсоединить магазин, он начал подниматься на локте, упираться на коленки. То есть, я подавал команду, лежать не двигаться, то есть, голову не поднимать. Он начал поднимать голову, осматривать по сторонам обстановку. Это все было приезда у моих коленок пока еще? Или уже после? Это уже после приезда было, правильно? Ну да, получается, это было где-то в первую минуту, но вот, соответственно, экипаж дополнительно заходит, я вот уже подхожу, то есть, было все достаточно резко, быстро. Он начал подниматься на локте, опираться, осматривать, я подал команду, опусти голову, не двигайся. На что он, как бы, проигнорировал, то есть, никак не отреагировал, дальше начал. А у меня в руках, то есть, в левой руке моей был моё табельное оружие, правой рукой... Ребята, просто чтобы быть предельно честными и откровенными, да, то есть, объясню, что в проекте в своем городе Верхов неоднократно участвовал во всех этих задержаниях. И, естественно, инспектор ДПС на подобных задержаниях, естественно, они не сюсюкуются, скажем так, с особо буйными пьяными водителями и нарушителями. И, конечно же, там проскалькивают какая-то нецензурная брань, это, ну, то есть, обычно человеческие эмоции. Здесь ничего такого нет, то есть, у инспекторов нет никакой цели там кого-то оскорбить, у них ещё что-то. В процессе команды, то есть, все вот эти вот, скажем так, нецензурные моменты, они выскакивают. Но это всё на эмоциях, здесь, скажем так, никакого преступления нет. То есть, просто я к тому, что то, что сейчас рассказывает Паш Новиков, инспектор ДПС, естественно, там какие-то были там БМЭ там, Тихо там, ну и так далее. Ну, это вполне нормально для полицейских, учитывая, что он задерживал фактически один, потому что у напарника не было оружия, напарник был стажёром, а он задерживал троих. То здесь я вообще лично, вот, своё мнение, скажем так, экспертное, да, я здесь вообще ничего не вижу. Как получилось так, что руководитель Следственного комитета по Зеленограду, по-моему, Александр Арц... Фамилия не помню, грузинская вроде как. Ещё раз. Курцелава. Курцелава. Он в СМИ заявил, что инспектор ДПС Новиков должен был... Что у инспектора ДПС Новикова не было никаких предпосылок для применения физической силы. Он должен был дать команду предупредить о применении физической силы и дать время подумать. Достаточно времени, чтобы его законные требования выполнили. Как ты можешь прокомментировать в данной ситуации с учётом... Да. Они ссылаются на девятнадцатую статью закона о полиции первого пункта. Но они никак не упомянули второй пункт, который сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своём намерении, если считаешь, что в следующей обстановке могут возникнуть опасность для его жизни или жизни других людей. То есть, в тот момент, когда все действия эти происходили, у меня в левой руке было моё табельное оружие, правой рукой я пытался обезоружить данного задержанного. И он не выполнил мою команду, и, соответственно, могло произойти всё, что угодно. То есть, они, конечно, это проигнорировали. Павел, Павел, подскажи, пожалуйста, в итоге-то оружие боевым оказалось или каким-то иным? В итоге оружие это никто не проверял, не зумал, то есть, экспертиза никакая не проводилась. То есть, по внешним признакам оно напоминало боевое, я видел. А патроны к ним были всё-таки боевыми или газовыми, или какими-то иными? Ну, вот непосредственно у Строкина, да, у патронов были, то есть, как бы, вроде травматические, то есть, с резиной наконечниками. А у второго там были стальные наконечники. Стальные наконечники? То есть, ну, по внешней мере, может быть, это... То есть, никто конкретно, то есть, не изымал. А как это может быть, чтобы никто не проверял людей с оружием после, тем более, такого циндента? Это главный вопрос того, что также следствие не прокомментировало это никаким образом, что там была большая наличность денежных средств карты, и также не указал тот факт, что имеется в материалах уголовного дела, что у одного из задержанных банкомат задержал карту, а потом, впоследствии, оказалось сходом мошеннических действий. То есть, это тоже нигде не прокагурировало. Мы сейчас вернёмся к этому, к Сбербанку, к реакции Сбербанка. Скажи, пожалуйста, когда руководитель СКР по Зеленограду сказал, что не было никаких предпосылок для применения физической силы, они все лежали, не двигались, и ты припечатал, скажем так, этого вооружённого товарища Скрокина мордой лица в пол, отчего он ударился носом на пол, и у него сломался нос. Как ты можешь это прокомментировать? Ну, в общем-то, это вообще получилось в конце года. Интересно, что они возбудили дело в отношении меня в конце сентября, узнал я об этом только в ноябре. То есть, мне даже не поставили в известность. Непосредственно по ситуации именно почему мы сейчас, ребят, небольшая оговорка, мы сейчас будем говорить исключительно о действиях Павла Новикова, то есть обсуждать действия других инспекторов, в плане того, кто там кому что-то. Если бы все смотрели питерский канал, где коллеги Новикова-Лепёха сказал, что ему выбили зубы, но с учётом того, что они не стали подавать апелляцию, согласились, я так понял правильно я говорю, они согласились же с договором, их осудили, они сколько получили они? Ну, три года где-то, условно, по-моему, получили. Вот. То есть, будем априори считать, что, ну, по факту, они свою вину признали, и здесь, как бы, обсуждать нечего. Поэтому будем обсуждать исключительно действия Павла Новикова. Я прошу прощения, то есть, именно за данные действия вот эти трое, они принесли какое-то наказание уже? Не эти трое. Это корректный вопрос, Азамат. Вот эти трое, которые были около банкомата, с ними что сейчас? Они в каком статусе? Они не в каком статусе, они, как бы, пострадавшие, потерпевшие. Павел, наказали только тебя? Меня и ещё двух сотрудников. А, даже их. Скажи, пожалуйста, Паш, вот заявление руководителя следственного комитета. Павел Новиков ладонью ударил вооружённого этого человека. Ну, они не говорят вооружённые. То есть, они все эти моменты неудобные опускают. И говорят, что терпевшего Строкина. У него пошла, сломался у него нос. Объясни, как, скажем так, так получилось и... Научил ломать ладонью нос, конечно. Ещё раз. Андрей просит научить ломать ладонью нос. Вот мы все смотрели видео. Никакого, со своей стороны, никакой агрессии, никакого насилия, лично я не увидел. Ребят, кто-нибудь увидел? Может, говорите честно, как есть на самом деле. Я хотел, Павел, сказать одно. Я сотрудник ДПС. При слове «сотрудник ДПС» у меня сразу начинается аллергия. Ну, честно тебе скажу, да. Но, глядя на твои действия, я на самом деле не увидел ничего такого. Я бы действовал, наверное, жёстче, если бы увидел у человека оружие, которое может меня и реально убить. Азамат, один момент. Мы все снимаем, мы все монтируем. Вот этот момент тоже мне надо посмотреть. Подожди. Да, я с тобой согласен, Андрей. Но я видел вот эту съёмку, она шла непрерывно. Ну… Ну… Ну, давайте помним отрасли, ребят. СМИ от пятого канала… Нет обращения к Павлу Новикову, а от СМИ от пятого канала. Я очень внимательно смотрел кадры. Единственное, как он мог его ударить, это не ладонью, а прижав его лицом к полу. Ну, собственно, видимо, так и было. Ну, возможно. Но смотри, давай, Андрей, рассудим так. Вот ты видишь вооружённого человека, у тебя есть ориентировка, да, что вот происходит что-то. Нет, я беру… Смотри, закон о полиции, я фу-ка читаю, да, он имеет право применять и силу при угрозе. Я вижу оружие. Гром сейчас мотает. Я вижу оружие, да, то есть… Как бы… Я беру спец… Наши спецслужбы, которые спецназ, они залетают сначала в морду, и всех полуходят на пол, а потом выясняют их заложники. Данных действий… Если бы там не было однострельного оружия, я бы, наверное, сейчас искал какие-то моменты против Павла. Но вот… Я не могу найти… Нет, я не про это говорю. Я с тобой стопроцентно согласен о том, что если мы видим оружие, всё это оправдано, всё хорошо. Я просто хочу один момент про то, что мы не видим, как ломается нос. Да, мы его могли не видеть, если там был какой-то монтаж. Вот и всё. Но то, что он один там, один с оружием против троих вооружённых, вообще надо было там… Можно было и стрелять, наверное, да? Ну так… Нельзя, конечно, но… Я в том плане, что… Совершенно адекватные действия, проблем не… Давайте, по-моему, отталкиваться от, скажем так, материала Пятого канала Питерского, где они, в принципе, заняли достаточно определённую позицию, да, в сторону суда, в сторону Следственного комитета, где давал… брали комментарии у Паши Новикова и брали комментарии у военного… Михаила Лепёхи… Лепёха… Почему? И там на видео… Единственное обвинение в сторону Павла Новикова – это лишь слова руководителя Следственного комитета. И видео… он притом показывает… тот же самый кусок видео, который был в обращении Павла Новикова, когда тот его задерживал… когда тот задерживал Строкина. Паш, вот объясни… момент, когда… вот вы всё задержали их… там кто-то приехал… нет… Мы, соответственно, вызвали следственную оперативную группу… приехал следователь, эксперт и оперативный работник довольно-таки… потом… сотрудники ответственные приезжали… очень много там было сотрудников… вот… куча мала там такая началась в этом отделении… и… когда оперативник подошёл… к одному… вот… непосредственно Строкину… я услышал… что там… тот… позвоните… позвоните… кому-то… и услышал… что он говорит… зачем такие громкие фамилии называешь… то есть… вот такой диалог… это вот… Копер Строкину говорил… то есть Строкин сказал… что позвоните… вот тому-то… дайте позвонить мне… А кому это не секрет? Я… вот… я не слышал фамилии… Алексей хочет задать вопрос… ну… собственно… это не вопрос… это такое… я… очень долго… имел… времени вести бизнес… имел дело… ну… в России… да… с банками… да… то есть… я вел бизнес в России… и чётко знаю… что… это скорее всего… группа обнальщиков… эти люди… просто обналичивают деньги… да… как правило… такие группы… используют разные методы… пользуют банкомат… для обналичивания денег… да… они… как правило… оформляют… массу… массу… левых… значит… дебетных карт… на которые отправляют деньги… и их снимают… да… вот… как правило… все такие группы… находятся под контролем сотрудников ФСБ… или… просто… сотрудников… а эти… такие группы… никогда… не работают… одиночку… то есть… с большей долей вероятности… можно сказать… что… такая группа… если она такая… серьезная была… работала… с сотрудниками ФСБ… была у них… вот… все… с ног на голову получилось… то есть… все сразу изменилось… когда группа приехала… однозначно… они так… достроены были… по-боевому… вот… то есть… ребята попали… все… туда-сюда… а потом… когда звонок подошел… ну… тут ошибка… тут… нет никакого преступления… нужно… ребят отпустить… то есть… задерживать не за что… то есть… вот такой сразу был… потом наш разговор… Азамат… ты хотел задать вопрос… по поводу автомобиля… разговор… про сломанный нос в автомобиле… он… это происходило уже… после того… инцидента… я правильно понимаю… да… ну… конечно… их… их… доставляли… с отделения… сбербанка… территориальный отдел… вот… где спрашивают… кто там был… кроме строки… это… двое сотрудников ДПС… были… которые давали показания тоже… соответственно… материал их делал… это есть… аналогичное… азамат… погоди секундочку… там нет ни тебя… и нет твоего статора… там другие инспектора… да… да… там другие инспектора… азамат… задай вопрос… ну… я уже понял… то есть… я как раз хотел задать вопрос… уточнить… что… сам строкин говорит… что… царапина была… на носу… произошла когда-то давно… да… до банка… но он… как он сказал… что это он в момент… когда я заходил… он резко прыгнул… и… оцарапался… либо о пол… что он каким-то образом… потому что… опухоли… там… под глазами… нос… крови… ничего этого не было… на видео тоже это видно… а… чем кстати подтверждено… перелом сам носа… а… получилось так… что… на следующий день… на следующий день… то есть… как бы… после… где-то… в час дня… он… обратился… в травмпункт… у него… наружу… перелом носа… смещение… ну да… угу… Ребята… а… кто-нибудь знает… когда ломаются носки… ну… по крайней мере… мне… ноги ломали… кровь… из фонтана… проверим… нос опухает… и кровь… нет… ну… на самом деле… у меня дважды… переломан нос… там… я бы в машине точно не говорил с собой поцарапаться… там очень хорошо болит… да… вы учитываете, что Азмат – это у нас активист, который… максимально… скажем так… критично относится к инспекторам ДПС… стримал… да… стримал… просто еще… хотелось бы добавить… что вот… ключевое… что вот момент самого… да… моих действий… на него… у него там также… на видео это видно… что у него там… не дернулась рука… то есть он не потянулся к лицу… то есть нету ни крови… и в дальнейшем… там три часа… он находился в отделении… он никак… не жаловался на конос… то есть… никакие… жалобы… не сдавал… вообще… Павел… извини пожалуйста… видео из отделения полиции… изымалось… нет… вот не изымалось… отлично… а что ты имеешь ввиду… видео из отделения полиции… я замазываю… сейчас все отделения полиции оснащены… видеокамерами… имеешь ввиду, доставляли ли его туда… Нет, то, что вы доставляли, это понятно. Имеется в виду, там было бы видно, что у него с носом. Камера, кстати, там хорошая. Видеокамера. Это да. Только звука не понимает, да, Паш? Да, звука нет, но видео хорошая. Звука нет, да. Что происходило дальше? Мы привезли с Трокина этих двоих в отдел полиции. Да, то есть, ну там троих сразу привезли, каждый экипаж там доставили. Скажи, по времени, конкретно по месту, куда дождалось, сколько времени издание? Вообще осмотр места происшествия проводился? Ну, формально, да, проводился, то есть на месте следователь, он рисовал, и все. Доставили сестра где-то в 63,5 часа в отдел полиции. То есть уже под утро в 3,5 часа? Ну, с 12, где-то 3,30, 3,36, где-то доставили. А кто там происходил заходить в полиции? Еще раз. В отделе полиции что происходило? А, вот один из задержанных, это вот как раз Михаил Лепеха, он пожал сон, стоил в здоровье, сказал, что там у него болит, еще что-то. Ему непосредственно, да, дежурный человек, он был вызван в помощь. Скорая помощь приезжала. Ребята, звоните, пожалуйста. Перед дежурной частью, при других двух задержанных, то есть подъехала скорая помощь, осмотрел лекарства, и ему еще нужно было, то есть он говорит, нужно было забрать его для дальнейшего, то есть сделать снимок там и так далее. Вот, его госпитализировали, то есть с отделения полиции. А те двое, то есть другие задержанные мои, Строкины, они как бы никаких жалоб не сдавали, не говорили. То есть вы приехали, привезли всех троих туда? Лепеху из ласковой помощи. Да. Ну вот, а эти двое остались, остальные, да? Да, то есть оперативник взял с них объяснение и отпустил тоже. А лепеху, на что жаловался? Ну, он сказал, что у него болит грудь, бок, то есть в связи с этим его забрали в бою. И что еще? Грудь, бок, там что-то такое. И его увезли. Мы туда их доставили. Сколько вы в там время пробовали все? То есть мы доставили, я, соответственно, написал рапорт о задержании данных граждан, переписал их, то, что применил физическую силу, что было специфиста, наручники, наручники. И, соответственно, его оба с отделения. А ты службу продолжил или уже, конечно, твоя служба закончилась? Ну, как бы все, но я, конечно, доставил переданную операцию. Написал рапорт, то есть я видел, как оперативник, то есть вызвал одного сначала, потом второго. И они, собственно, тоже буквально через полчаса вышли с этого отделения. Ребята, и кого есть на вопрос, что надо читать? Вопрос очень простой. В течение всего этого времени, когда в отделении, потом как в предоставлении, потом в отделении Сбербанка, я имел в виду, да, в предоставлении и потом в отделении, как это может быть по-нормальному, если у задержанных оружие находится все это время? Я вот не очень понимаю. В самом отделении Сбербанка, да, когда пришел руководитель и следственная группа, по-моему, следователь, он сказал, да, а что вы занимаетесь? Отдайте им оружие. Я говорю, так, то есть, отдайте оружие. Ну, в магазине достаньте, достаньте. И так было. То есть, сложите, там, в рюкзак, там, вещи все, и отдайте им. Поэтому, собственно, все оружие у них было всегда при них. Магазины у кого были? Тоже у них? Магазин доставили у сотрудников, потом в дежурной части, и когда приехали, тоже им отдали. То есть, в дежурной части им полностью все имущество вернули? Да. А заявление они на какой день написали? На следующий день у этих двоих, то есть, получилось так, что вот где-то около часа дня он обратился в травмпункт, и сразу у них адвокат, появился, и, соответственно, заявление они написали. Сейчас, дня на следующий день. Да. Что происходило дальше? Ну, и, соответственно, пришли телеграммы с травмпункт на повреждениях, и УСБ начало, то есть, проводить проверку. Они непосредственно в УСБ написали заявление. В течение 10 часов провели проверку, правильно? Да. И очень быстро там был вынесен отказной материал в плане действия вот этих граждан. То есть, там буквально через неделю даже, ну, был вынесен... Кто проводил проверку? Участковый был, проводил. Что самое интересное, что он тоже выступал на суде, у меня вызывали его, что он даже их не видел. То есть, он вынес отказной, но не опрашивал данных граждан. Что и показалось. Ребята, то есть, Участковый проводит проверку в отношении по заявлению граждан, при этом их даже не опрашивают. То есть, я так понимаю, не выходя из кабинета, провел всю проверку. Ну, он, как он сказал, что он вынес только непосредственно отказной. Больше он там в этом деле ничего не делал. Так ему это указали, так сделать. И что там он написал, по сути, кратко? Ну, то, что в отношении данных от задержанных нет состава преступления. То есть, в их 10 нет состава преступления. Да. Хотя, опять же, начальница подразделения Сбербанка, когда я лично с ней общался, она выступала в суде, тоже он говорил, что... Фамилию можешь назвать? Боровикова, да, как сейчас помню. Это Боровикова Ольга. Я раз говорю. Да, начальница отделения Сбербанка. Она сообщила, что была в банкомате компьютерная программа, и у них там коды автоматические. Все действует в автоматическом режиме. И вот эта вот карта, которую они засунули, она была заблокирована банкоматом автоматически с кодом мошеннических действий. И она также пояснила, что она... То есть, он приходил, потом вот этот вот гражданин, Эрлихман, который якобы владелец этой карты, пытался ее забрать. Но так как карта была непонятная, она пыталась дозвониться до оперативников... А когда он приходил забрать? В какое время? Да, провели проверку по поводу вообще легальности этой карты. А когда он приходил, скажи, пожалуйста. Еще раз. Когда он приходил по поводу этой карты? А прямо на следующий день. За карты? Да, чтобы вернули карту. Ему отказали в этом. Карту в процессе потом уничтожили, так как... Ну, в отделении Звербанка, так как оперативники отказались ее изымать. То есть, они сообщили по телефону, что она нам не нужна. То есть, и нам проверять нечего. Вот. И она показала, что в последующем было отказано в ее перевыпуске, то есть, этой карты, данному гражданину. Ребят, у кого есть вопросы на данной стадии? Андрей Орел, движение. Микрофон. Вопросов нет, просто вся история. Какой-то сюр, вот реально. То есть, вооруженные люди, их берут, потом отпускают. Они все с оружием все время. Но выводы мы в конце сделаем, Андрей. Выводы будут в конце этой истории. Вопрос есть? Есть. Павел, ты отбираешься, подавал. Вот здесь тоже интересная ситуация. Соответственно, микрофон. В конце этого парта был вынесен ответственный приговор. Говори, говори. Приговор, да, в отношении меня. Соответственно, мною в срок была подана апелляционная жалоба. Но на сегодняшний день Зеленоградский районный суд до сих пор не передает дело. То есть, Московский городской суд. По какой причине? Там появляется дополнительный том, вот то, что они не показывали, мне я ходил каждый день. То есть, появился дополнительный том, где уже на мою жалобу протест прокурора, протест потерпевшего. То есть, это все уже дальнейшее число. Каждый парень, чтобы вы знали, ребят, извините, что я прибиваю, Паш, не более 250 листов, верно? Ну, наверное, я точно есть цель. Дополнительный том, а сколько всего томов в деле? У меня было 4 изначально приговора. То есть, это был 4-й том, все закончилось. Впоследствии, вот я когда подал апельсионную жалобу, было изначально 4 тома. Но потом оказался 5-й, который мне не хотели долго вообще показывать. И говорили, ну, 5-й том, это твоя жалоба и все. А ее еще не сформировали. Ну, то есть, что-то волнует. А что дальше не хотели показывать, а адвокат, чем занимается? Он же имеет полное право вместе с тобой получать, знакомиться со всеми материалами. Ну, очень сложно там с ними, в общем, было бороться. То, что они как бы нету... Следственный комитет. Правильно? Нет, это уже в Зеленоградском районе суде. То есть, я до сих пор не знаю, что там, в 5-м или в каком, в 4-м? В 5-м. В 5-м. В 5-м. В 5-м вообще-то. Пишите. Вся, вся. Пекунточку. У Андрея, у Андрея, у Азамата. Давай сейчас. Нет, Азамата, это он за нас просто вступился. А скажи, пожалуйста, а твои коллеги, которых осудили, они почему признали? Они что, вот реально считают, что они не правы? Позиция просто следователя в Следственном комитете была настолько такова, что, то есть, если вы не признаете, на меня тоже оказывалось давление, то вас посадят лет на 10. То есть, санкция по данной статье до 10 лет лишения свободы, поэтому, ну, я не знаю, нервы сдали или что-то они как бы чувствовали, может, за собой-то немножко там, что какие-то действия. Вопрос. А давайте, 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 давайте еще один вопрос. Я вот про суд хотел узнать. Эти люди приходили на суд? Да, конечно, приходили на суд. Они давали показания, где они работают? Ну да, да. Место работы не говорили какое-то, ФСБ, может, ООО, там, я не знаю. Ну, смотри, да-да, такой вопрос. Вот ты говоришь, пистолеты были пристегнуты ремешком-то, безопасности. Но это не, ну, необычная, там, такая причудка. Это, как правило, пользуются те же самые полицейские, да, там, светслужбы, знаешь? Я не просто не видел каких-то грабителей с пристегнутыми ремешками, пистолетами, ни в одной, там, сходской криминальной. Вот этот вопрос тоже не вставал, не сдавался, ни где-то... Вставал много, то есть все показания есть, но суд, как бы, не учел вообще эти факты никак. Угу. И сюжет пятого канала, там было сказано, что эти два ребят вооруженных, они работают... Андрей, выключи, пожалуйста, микрофон там свой. Эти два ребят, вооруженные травматами, еще там чем-то, они работают в каком-то там магазине, по продаже оружия, это передал Питерский пятый канал. Это ответ на твой вопрос, Андрей. Хотелось бы спросить у Паши, сюжет пятого канала ты посмотрел, но там я не увидел почему-то, конкретно по твоей ситуации, не по твоим коллегам, а по тебе. Там интервью давал ты, и интервью давал руководительственного комитета, и Михаил Лепеха, к которому ты никакого отношения не имеешь. Но он заявил, что ты там ему тыкнул пистолетом в лицо, кричал на него мордой в пол, издевался, оскорблял, делал селфи, ну и много там всего. В общем, целый букет собрали. Как ты можешь прокомментировать вот этот момент? Потому что я на видео не увидел вообще никаких, ни одно подтверждение его слов. Да, ну я могу сказать даже больше, на суде изначально, когда он первый раз пришел, он сказал, что вообще, то есть я лично его избивал, что там я прыгал ему на спину, что, то есть он там такие вещи говорил, что как бы даже сам прокурор, судья, то есть как бы действительно такое было, что когда просмотрели видео, то стало все ясно, то есть как бы мало того, что он утверждал, что он видел там, как я обвил других сотрудников, там угрожал, то есть матерился, то ни один этот факт, мало того, что не подтвердился, да, по всему, по всей видеозаписи, все как бы в отделении Звербанка, которые изъяты, материалы их дела есть. Более того, что он был в капюшоне и как бы прыгнут к стенке, то есть он вообще, по идее, не мог практически ничего видеть, то есть кроме стены и пола. А по поводу вооруженных Строкина и второго, как ты думаешь, как же так получилось, что на пятом канале они не дали комментарии? Ну, и не настрельно тебя обвиняют в том, что ты сломал нос Строкину, почему же он не дал комментарии пятому каналу? Как ты думаешь, в чем причина? Ну, вот для меня это на самом деле вот самый главный вопрос, потому что, как бы, слова Строкина, я могу сказать, что вот недавно, совершенно случайно, я его встретил и не хотел подходить к нему, вот, он, как бы, сам хотел подойти ко мне, то есть, и вообще, он хотел извиниться, то есть вот он подошел, говорит, я сам просто не стал общаться на эту тему, вот, поэтому, как бы, для меня это было понятно, что что-то там у них вообще, то есть, не так. И он, естественно, он не стал общаться со СМИ. Такой короткий вопрос. То есть, ты знаешь, что он под каким-то давлением, что ли, давал показания? По чьим-то? Какие мысли? Почему он дал такие показания? И вот ты говоришь, сейчас хотел подойти там, извиниться там? Ну, это уже только могут быть догадки, я не знаю. То есть, возможно, возможно, что ли. Не знаю. Вопрос. У кого-нибудь есть вопросы? Да, у меня есть вопросы. Вот я понимаю, за что, типа, Павлу осудили, да? А за что же осудили его коллег? Они же вообще ничего не делали. Мы коллег, Леш, мы коллег его обсуждать не будем, они вину свою признали, поэтому уже, как бы, не важно, за что их осудили. Нет, подожди, подожди, Лешат, Лешат, здесь очень интересный вопрос, на самом деле. А обвинение по какой статье вынесли, коллеги? Такая же, как и мне. 208, 6-я статья. Превышение должностного полномочия. Интересно. Чудеса. Я так понимаю... Лешат, вообще у Андрея есть вопрос. У Андрея вопрос. Спасибо. Но у меня, опять же, не то чтобы вопрос, я просто хотел чуть-чуть как-то уже поджиматься. Вывод мы сейчас сделаем, Андрей, вывод мы сделаем сейчас. Нет, не то чтобы вывод, я хочу такой небольшой месседж, как бы, послание сделать. Вот ты видишь, здесь собрались люди, которые, ну, мягко говоря, очень не любят сотрудников, чиновников и так далее. Но все вот эти люди, я практически уверен, сейчас на твоей стороне. Это очень дорогого стоит, мне кажется. Это тоже, ну, мне кажется, от лица общественности мы показываем, да, что мы на твоей стороне, и что мы тебе верим, там, доверяем и так далее. Ну, моё мнение. Спасибо. Мы обязательно проголосуем, и во всех пабликах я сделаю опросник, где мы, где люди будут иметь возможность определиться, высказать своё мнение, действительно ли они на стороне, в какую сторону они поддерживают. Павла Новикова либо считает его невиновным, либо считает его виновным. Это мы обязательно сделаем. Там, Гадим Короевин пытается к нам пробиться, скиньте, к нему ссылочку, потому что я ему скинул. Он почему-то не может зайти. Продублируйте, пожалуйста, ему ссылку на конференцию нашу, на эфир. Пока вы, Вадим, там стучится. Паша, вот скажи, ребята, вот эти вот вооружённые, как их на пятом канале назвали, оказались коммерсантами. Вот кто из присутствующих здесь может честно сказать, что очень такие похожие люди, типичный прикид для коммерсанта? Шапочка такая, да, как у ОМОНовца, чёрная куртка, эти, как они называются, берцы, какие-то охотничьи штаны, стволы, по пять телефонов, куча налички. Скажите, вот, Алёш, я тебе уже говорил, что я имею, поверь мне, в этом очень большой опыт, да, работы с финансами, с банками и с наличными деньгами. Это типичные обнальщики. То есть они работают под крышей ФСБ. Ну, 99% работают под крышей ФСБ. То есть это типичные коммерсанты? Это не коммерсанты, это обнальщики. Это такой жульнический способ заработать. То есть они фактически нарушают закон, они помогают людям не подплатить налоги. То есть это фактически преступление. То есть там есть много составов преступления. У меня есть знакомый, мой одногруппник, он работает в Сбербанке в службе безопасности. Там море составов преступления. То, что у них наверняка был путь и карты чужих. То есть это уже состав воровства. Если он снимает деньги с другой карты, это состав воровства. То есть это хищение чужого имущества, первое. Второе, там неуплата налогов и так далее, и так далее. Там большой состав. А это все, Паш, скажи, я так понимаю, это ничего не изымалось, да? Вообще ни столы, ни деньги, все вернули. Ничего, да. Вадим Серов, дорогая контроль в Воронеже. Кто-то молчит, ни одного вопроса не задает. Да тут все понятно, что тут ситуация такая достаточно однозначная. И всем все ясно. Просто почему Следственный комитет занял такую позицию? Понише, ты сделай. Что, что? Камеру чуть пониже. Продолжим. Почему Следственный комитет такую позицию? Почему Следственный комитет на такую позицию? Очень просто. Следственный комитет, у них есть палки по сотрудникам... Да, конечно. Гай, он был сотрудникам милиции. У них есть палки. Им надо делать план. Паша, как ты сам считаешь? Все действия были абсолютно законные со стороны Павла. Ну, опять же, я очень люблю сотрудников милиции. Я даже провел два месяца в СИЗО в российском. Я считаю, что Павел абсолютно прав. Абсолютно прав. Вот так. К нам присоединился Вадим Коровин, помощник депутата Государственной Думы. Помаши рукой нам всем, сделай чуть поярче свет. И как-нибудь удобно в камеру, чтобы мы тебя все видели. Там в темноте сидишь. Попробуй, наставляй сам. Как мозг из матрицы. Мы тебя не видим. Да, вот что-то вроде этого. Давайте немножко подытожим эту тему. У кого-нибудь есть вопросы на данной стадии? Ну, может быть, у Вадима есть какие-то вопросы? Потому что он только присоединится. Я только послушаю. И сейчас я буду задавать вопросы, которые мы уже проехали. Так что я лучше послушаю пока. Значит, давайте тогда, Паш, расскажи, пожалуйста, про момент, когда люди приходили в суды, какие давали показания. И как отнесся. Кстати, по поводу, самое главное, по поводу премии. Расскажи, как ты в самом видеообращении заявил, что тебя не поддержал начальство, но при этом тебя наградил генерал-лейтенант Якунин. Я правильно понял? Все правильно, да. Расскажи про этот момент. После того, как дело начало набираться обороты. Можно под адом, чтобы мы понимали, в каком месяце это примерно было. Потому что с учетом того, что в начале 2014 года это все произошло, а суды у тебя были в сентябре. Чтобы мы понимали. После того, как начали обороты происходить, мы начали обращаться к непосредственным руководителям, которые должны были нас вроде как защитить, посмотреть ситуацию, разобраться. Но впоследствии мы не нашли поддержки непосредственных руководителей и были вынуждены обратиться непосредственно к Якунину. И вот от 12 марта приказ... А как вы ему обращались? Расскажи, пожалуйста. Каким образом вы до него достучались? До Якунина? Ну, мы достучались непосредственно не до него, ну как бы не до него, а до... через зама, который... есть такой зам Горшков. Вот, с ним встречались непосредственно, передали ему все... Какая должность у него? Он начальник по кадрам. То есть я точно не могу сказать, что он должен по городу Москве. И, соответственно, ему передали диск с видеозаписью, информацией все. И он на селекторном совещании, то есть показал это все Якунину. Якунин, то есть поднял как бы руководство наше, спросил, почему такое, почему не доложили, да, то есть о чем вообще ситуация. И вот 12 марта у меня была как бы денежная премия от его имени, вот. А 31 марта мне наложили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия. Это уже внутренняя, то есть во внутреннем ОВД от УСБ. То есть позже... В 2014 году, да, или в 2014? В 2014, все в 2014, то есть, грубо говоря, месяцем позже. Наложили, я когда подошел и спросил, как такое может быть, что приказ, мне поощрили денежные премии и тут же наказали, то есть... А поощрили непосредственно за что? За вот это задержание этих троих? Да, в приказе написано, что за задержание преступников там выполнять особо важные задачи и так далее, разовая премия, там, ну, и так далее, и так подобное. То есть я правильно понимаю, а подписал Якунину? Да, да. То есть начальник ОВД по Москве, генерал-лейтенант Якунин награждает тебя денежной премией за задержание троих подозреваемых, а в формулировке приказа написано, что там вооруженные преступники или что-то в этом роде. Ну, преступники я точно помню, ты мне скидывал на электронную почту, я помню там формировку за что-то там, задержание преступников, как-то так. А спустя, грубо говоря, пять месяцев тебя привлекают к уголовной ответственности за задержание этих самых преступников. Как же так получается, что вот вопрос ко всем. Начальник ОВД по Москве, генерал-лейтенант, неужели, неужели начальник ОВД по Москве, генерал-лейтенант Якунин будет, скажем так, подставляться и давать денежную премию рядовому инспектору ДПС, которых тысячи там в Москве, там в России, которого впоследствии привлекут к уголовной ответственности. Зачем ему это нужно? Это никого не наводит на мысль вообще? Следственный комитет вообще как-то принял это? Суд? Следственный комитет сказал, что у нас другое руководство, а до вашего руководства МВД нам как бы плевать. Это была просто минутная слабость, импульс честного человека проснулся вдруг неожиданно и все. Ну, это еще, вот, что вы говорите о том, что не на тех нарвались, называется. Я говорю, что обновленники, как у нас в одной организации. Вадим Коровин хочет задать вопрос, дать ему нам слово. А что, собственно говоря, с расследованием по поводу фактов действий вот этих вот товарищей, троих в Сибирбанке? То есть, какое-то следствие идет, там, проверка или что? Они в качестве кого? Вадим Коровин. Если они преступники, они преступники или они... Нет, а получается, что они потерпевшие обычные граждане. То есть, в их действиях никакого состава преступления нет. Ну, что они там стояли, делали со Сибирбанком, там, банкоматами, со стволами, с наличкой, там, с картами, да? Да. Ну, и делали, делали. А на суд приходил представитель Сибирбанка? Да, приходил представитель Сибирбанка. И вот именно эти показания, которые я говорил, да, то есть, это не голословно, это все есть в приговоре даже, то, что подтверждалось, да, что буквально каждый день происходят какие-то несанкционированные кражи, там, снятия и так далее. И непосредственно по поводу этой ситуации, что вот была захвачена карта банкоматом с кодом мошеннических действий и было отказано в перевыпуске вот данному гражданину. Ребят, давайте подытожим. Так, так, вот этот момент, ну серьезно. Этому гражданину, который там снимал деньги или что-то с ней делал, ему отказано было в перевыпуске, да? То есть он пытался... Даже более того, она сообщила, что он больше не является клиентом Сибирбанка. А он со своей карты заходил или с чужой карты заходил? Ну, вот этого, это никто не проверил и, соответственно, карта была... А вот, мне кажется, здесь надо проговыряться, потому что непонятно, был факт мошенничества. То есть, я так понимаю, вот здесь у нас загвоздка. То есть, если это был факт мошенничества, который пытаются прикрыть, тогда мы должны... Я просто проясню, я с этими товарищами имел... Ну, не с этими товарищами, а с этим имел дело, да? То есть, скорее всего, это обычные обнальщики, которые находятся под крышей, там, не знаю, какой-то организации там из трех букв, да? А... Выпускают массу карты, выпускают на них деньги, потом снимают. Вот и все. Это обнальщики, которые не являются мошенниками. Да, это обнальщики, скорее всего. Это другое преступление. Это обналичка юридических лиц идет, да? Вот то, что имеешь в виду. Да, так. Тогда, да, тогда вот в этом случае, крыша может быть. Я согласен. Тогда нужно действительно надеться на... Ребят, давайте, не говорите одновременно, поднимайте руку по очереди, потому что ничего не слышно. Вадим, продолжим. Если у вас вопросы будут, поднимите руку, я вас вижу. Вадим, Вадим, говори. Да, я понял. В таком случае, да, в таком случае ситуация начинает складываться. Если это были обнальщики, а если это похоже, как говорит специалист, что это похоже на обнальщика, тогда да. Тогда они действительно могут крышеваться ПСБшниками. И тогда все складывается, потому что они возят с собой большие суммы, им нужны травматы. Да, у них все остальное разрешено, кроме того, что сама статья обнала, она имеет самостоятельный состав преступления. Слушайте, надо подумать будет, да. Надо будет подумать. Ребят, давайте, пожалуйста, кто считает, что... И мы перейдем ко второй и потом третьей теме, там мы недолго будем. Кто считает, что в сложившейся ситуации, а именно, инспектор ДПС Новиков со своим стажером невооруженным по радиосвязи, по ориентировке прибыл в отделение Сбербанка, увидел троих людей, двоих в отделении Сбербанка с ориентировкой ограбления, да? Я правильно понимаю? Вскрытие банкоматов. Ну, непосредственно, когда вскрытие банкоматов было задать. Он приезжает в Сбербанк, увидит троих людей, двое вооружены, один на корточках ковыряется в банкомате. Недолго, думаю, он достает статабельное оружие, согласно закону полиции, врывается туда, всех мордой в пол, дает команду, все ложатся. После этого приступает непосредственно к обеспечению собственной безопасности, чтобы никто из них не выходил в свое оружие, травматическое или там еще какое у них было, и не перестрелял просто самих инспекторов. А учитывая, что их было, как минимум двое, двое были вооружены, соответственно, перевес был не в их сторону. Согласно гарантиям личной безопасности, вообще это гласно или не гласно, я сейчас уже не помню, но количество инспекторов должно быть в три раза больше, чем количество нарушителей для обеспечения их же безопасности, правильно говорю, Паша? Все правильно, да. А в данной ситуации один к трем, то есть в обратную сторону перевес. После чего Павел Новиков грамотно положил всех в пол, обезоружил, давал неоднократно команду Стропину лечь, не двигаться, не поднимать голову, тот не стал услуг, Паша его прижал, может жестко, может не жестко в данной ситуации, позвал на помощь, по рации прибыл наряд, тех арестовали, заковали наручники и отвезли в РОВД. Теперь давайте, какая ситуация распадается. Ты забыл и решал упомянуть, им отдали оружие, там же. Отдали оружие, да. Ну, мы говорим здесь про действия непосредственно инспектора Новикова. Я считаю, что в данной ситуации Пашу совместно с остальными двумя его коллегами, его решили, скажем так, осудить паровозом. То есть не делать каких-то исключений, особо долго не разбираться, что, ну, раз все виноваты там, да, то давайте еще и Новикова по полной программе группа лиц, да, или что-то в этом роде, по предварительному сговору. У нас нет группы, у нас нет никакой группы лиц, тут каждого, у меня выделено уголовное дело, то есть отдельно, у меня один потерпевший. Ну, я не видел, что чем не по статье, чем больше сотрудников там, да, чтобы не было в одиночке. Теперь начнем с Вадима, так как он, меньше всего, у нас в эфире побывал. Как вы считаете, действительно, Павел Новиков действовал, нарушил ли он закон, в первую очередь? У меня, у меня первое время. Вадим, сейчас несколько вопросов, каждый из них ответит. Первое, нарушил ли Павел Новиков закон при задержании этих всех троих товарищей, из которых вооружен закон. Второе, действовал ли он грамотно и профессионально. И третье, был ли у него умысел на причинение какого-то вреда Строкину и другим товарищам. Этот вопрос касается всех, начнем с Вадима Коровина. Вадим, тебе слово. Судя по той информации, которую я обладаю, инспектор закон не нарушал, потому что я не видел с его стороны каких-то мер, превышающих то количество необходимых физических мер, которое превысило бы законный объем. Я считаю, что действовал он согласно норме закона. Ну и третий, какой вопрос еще раз? И третий, был ли у него умысел на причине какого-то вреда? Ну, судя по той информации, которую мы имеем, умысла тоже нет. То есть он действовал по обстоятельствам, он не был с ними ранее знаком, он их увидел и сразу положил. Он, собственно говоря, действовал по обстоятельствам и действовал правомерно, я считаю. И никаких... Я даже не видел насилия. То есть я видел то, что он его прижимал, а ни ударов, ни толчков я не видел, собственно говоря. Так что с моей стороны, по данным объемам информации, которые есть в видео, да, то есть сказать... Ты посмотрел пятый канал? Сюжет пятого канала посмотрел? Нет, я видео не... Знаешь, ну, это как бы неинтересно, это в пересчете, в пересказывании журналистов, это не очень интересно. Смотрите, интересный оригинал. Оригинал-то я видел. Вадим Серов, Дорожный контроль Воронеж. Да, 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 да. Значит, скажу так, ну вот смотри, значит, получается, поступило сообщение о преступлении. Сотрудник полиции отреагировал. Тем более он сделал это в одиночку. Никакого нарушения с его стороны законов вообще никаких не было. Он грамотно, все четко, настолько он контролировал всю ситуацию этих задержанных. То есть там просто не может быть никаких нормативов с его стороны. Все действия были отлажены. Это на самом деле образец для других сотрудников полиции, каким образом нужно себя вести. Там умысла причинения вреда гражданам тоже никакого не было, потому что он действовал в целях своей личной безопасности. Спасибо. Андрей Орел. Филин, да, рядом. Он, я думаю, что подтвердит. Ну, как я уже сказал, что, собственно, мы все, как ни странно, мы люди, которые всей душой не очень любим сотрудников и чиновников, мы на стороне инспектора. Единственное, что два момента хотел отметить. Одна маленькая ложка дегтя – это то, что все-таки я, опять же, повторюсь, по поводу монтажа, да, то есть, возможно, было какое-то там нанесение чего-то. Мы могли это просто не увидеть, потому что мы видели с вами там несколько минут из нескольких часов. Но даже при, мы берем даже то, что… Я думаю, не говорю про умысел, даже если жестко прижал, вот и прошло. Да, да, я бы хотел, да, как раз сказать, что даже если что-то было, там, толчок головой в пол, то при вот этом соотношении, которое ты грамотно нас подвел к этому моменту, что один к трем и стажер непонятный, да, то есть, а скажешь, что нас было четверо, действительно, наручники не выдают, это вообще замечательная вся история. То есть, все мы, это понятно на стороне инспектора и грамотное его действие, все понятно. Еще пока у меня есть слово, 30 секунд хочу сказать, чтобы мы все обратили внимание на наших активистов. Как минимум, двое из нас не скрывают свои подноготные, выставляют сушилки за своей спиной, то есть, показывают все, что у них есть в чистом виде, надеюсь. Все, всем спасибо. Ты не включайся, Андрей. Я здесь. Ну, что могу сказать. На самом деле, если бы эта ситуация была бы, скажем, в Англии или в США, то сотрудники ГИБДД только премировали, дали бы, может, какую-нибудь медаль, там, вот. Если бы он был в США, например, да, то он спокойно мог бы застрелить человека, который, там, потянулся за оружием или начал сопротивляться, и ему бы за это тоже дали медаль. Ну, все. Я вывод свой способ не сказал, что, скорее всего, это группа мошенников, которые меня там обдала. Мы поняли. Азамат, Валеев, Бацилла. Ну, что я могу сказать. Крайне редко я это говорю в таких ситуациях, но я не увидел никаких превышений должностных полномочий с сотрудником ДПС права на право. Мало того, я хотел бы, если наш эфир увидит некие высшие силы, провести дополнительное расследование. И, мало того, это расследование должно быть общественным. То есть, мы должны знать, как оно проводится, почему оно так проводится, почему сделаны такие выводы и результаты. Это должно быть обязательно, иначе вера в нашего царя вообще пропадет. Давай, не будем про царя, это больная тема, прям. Мы сейчас уйдем. Не, 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 я не про того, я не про того, я не про того. А что, есть какая-то вера? Ребята, давайте по теме. Азамас, скажи по поводу. Короче, подожди, я все. Давай так, смотри, я не увидел нарушения каких-либо законодательств со стороны Павла. Для того, чтобы всем было понятно, мы можем какое-то мнение свое сказать, но в итоге-то выносят, расследование проводит Следственный комитет и прокуратура, а вердикт выносит суд, чтобы вот эти структуры, наконец, заработали, чтобы это расследование было гласным, чтобы все видели, как и почему оно расследуется, почему не было расследования, вот это мошеннические действия в банке, вот этими тремя людьми, и тогда мы получим все ответы, был ли здесь Павел прав или виноват. И я склонен верить тому, что Павел здесь полностью прав, как ни странно. По поводу умысла? Ну, как Андрей правильно... Нет, как Андрей правильно... Нет, опять же, может быть, он что-то и сделал. Вот в этом и надо разбираться. Если он сделал, то когда и почему это произошло, почему мы в машине, когда его везли, не видели переломанного носа, мне дважды ломали нос, причем хорошо ломали, и я знаю, что это такое, я бы не сидел и не говорил, что это царапина, почему не были изъяты видео из отдела полиции, где он находился 3 часа, там было бы все видно, что он держится за нос. Насколько я понял, врачи, скорая медицинская помощь вызывалась совершенно к другому человеку, правильно, Павел? Да. Он жалоб никаких не проявлял. При переломанном носе жалобы появляются мгновенно. Болит страшно, я могу признаться. Почему это через сутки произошло практически, на следующий, к обеду, только следующего дня, непонятно. Вот эти все факты надо выяснять, почему так произошло. Что за постановку? Суд не учел, тут не учел, премию от Якунина. Суд, по поводу суда могу сказать, Павел, а тебя точно в Зеленограде судили? И дело в том, что такое ощущение, что это в Уфе тебя судили. Такие суды только у нас я знаю. Насколько я знаю, Зеленоград, очень близко, как в Москве. Я там был. Это не Уфа-баба. Это либо Басманный суд, либо Уфа. Азамар, не задавайся, у нас все суды такие, так что нормально все. Все суды такие у нас. По случаю Павла Новикова, кто считает, что Павел Новиков прав, и данное видео, я думаю, он запишет и предоставит также свои апелляции. Поднимите руки, кто считает, что неправ, естественно, поднимать не нужно. Прав, прав. Не вижу рук. Вадим, Коровин, Вадим Лоперов, Андрей Орел, Алексей Шматко, Азамат Валеев и я. Единогласно. Значит, что мы сделаем? Данное видео опубликуем в социальных сетях, везде его раскидаем, прикрепим туда опрос. Материалы, фотографии, документы по уголовному делу, который Павел Новиков мне сейчас прислал, часть еще пришлет. Все вот эти премии, показания, апелляция. И попросим, соответственно, и сами, конечно, сделаем. Я составлю обращение федерального органа власти по данному случаю, чтобы его расследовали объективно. И, соответственно, мы попросим своих подписчиков, всех, кажется, на своем канале, в паблике, чтобы... Чем больше обращений будет подобных, тем больше будет общественный резонанс. Также наша задача в видео обращении Павла Новикова продать, скажем так, больший резонанс. Чтобы было не 800 тысяч просмотров, чтобы было там миллион, два, три, ну и так далее. Кто за? Ну, здесь, по-моему... Единогласно. Абсолютно, да. Так, Паш, ты с нами стоишься? Я, наверное, тогда ухожу, потому что... Со временем, да. Окей. Спасибо, хотелось. Все, давай, тебе удачи. Потому что мы, естественно, максимально тебе поможем. В твоей ситуации. Паш, какой рост у тебя? Метр девяносто. Метр девяносто у него. Нормально. Ладно, все, давай, Паш, тебе удачи. Спасибо. Потом я скину ссылочку, ты, соответственно, ее также тут предоставишь. Все, давай. Хорошо, спасибо. Всем до свидания. Спасибо. Все слышали рассказ инспектора ДПС Новикова, который залежал вооруженных грабителей, мошенников, обнальщиков. И за это его премировал начальник УВД генерал-лейтенант Якунин. А спустя несколько месяцев Павловникова привлекли к уголовной ответственности и осудили. На три с половиной или на три года условно. В настоящее время он подал апелляцию, пытается опротестовать свой приговор. Ваша просьба у меня и, соответственно, у всех ребят, кто сейчас с нами в эфире, данное видео раскидать, максимально репостить везде, где только можно, закрепить у себя на стене на максимально долгий срок, долгое время. Принять участие в опросе, поддерживаете ли вы позицию Павла Новикова, действительно ли он действовал в рамках закона, согласно сложившейся обстановке и был ли у него умысел на причине какого-то вреда. Также мы вас попросим отправить обращение в федеральные органы власти, которые вы сможете скачать по ссылке, указанной в паблике проекта «Город грехов». Всем спасибо, что вы нас слушали, смотрели. Всем пока. Помашите ручками. Ну, все счастливо. Продолжение следует...